Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом ролике я расскажу о новом приложении от NVIDIA. GeForce Experience уходит в прошлое, а панель управления NVIDIA пока ещё с нами. NVIDIA App находится в бета-тестировании. Устанавливать его сейчас или нет сугубо на ваше усмотрение. Но в нём уже находится большой функционал, особенно переделка оверлея. Долго вас задерживать не буду, всё по ходу событий и расскажу. Погнали. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моём бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жёсткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Для того, чтобы загрузить NVIDIA App, открываем браузер, заходим в любой поисковик и в поиске пишем NVIDIA App. Скорее всего, у вас будет первая ссылочка, скачать NVIDIA App для геймеров и авторов контента. Будьте внимательны, чтобы сайт был именно nvidia.com. Либо можете перейти по ссылочке в описании. Здесь нажимаем скачать бета-версию. Делать установку сразу я не рекомендую. Конечно, возможно, что NVIDIA App станет поверх GeForce Experience. Но далеко не факт. У меня лично не получилось. Для этого нам нужно будет удалить драйвера, пишем панель управления, программы и компоненты. Наша главная задача удалить все, что связано с NVIDIA и перезагрузить нашу систему. После этого уже запустить установку NVIDIA App. Либо же, как сделал я, еще лучше. Кто знает, что такое DDU, то есть Display Driver Uninstaller. Качаем программку, то есть пишем в поисковике DDU. Заходим на сайт Guru3D. Тоже оставлю ссылочку в описании. Да, сайт, конечно, долго грузит. Тем не менее, наверное, я загружу DDU в свой телеграм. Для тех, у кого зашло на сайт, нажимаем просто Download Mirror EU. И еще полгода ждем. Неужели? Один гребаный мегабайт. Так долго качается. Тем не менее, нажимаем открыть. Открываем DDU. Троеточие. Рабочий стол. Создать папку. Окей. И экстракт. Далее у нас создалась папка с распакованным DDU. Что нам нужно сделать? Нажимаем ПКМ на пуск. Наводим мышку на завершение работы. И там, где перезагрузка, зажимаем Shift и нажимаем левую кнопку мышки. Мы перейдем в такое вот меню. Нажимаем на устранение неисправностей. И перезагружаем систему. Как наш ПК включится до BIOS? Нажимаем на 4. То есть безопасный режим. В безопасном режиме открываем уже Display Driver Uninstaller. Выбираем видеокарту и нашу видеокарту NVIDIA. Далее просто первая вкладочка удалить и перезагрузить нашу систему. То, что рекомендуется. В этом случае очищаются все ошибки в кэше, в реестре, связанные с драйвером NVIDIA. Очень полезно делать такую работу где-то раз в год. После этого, как у нас запустится ПК, у вас скорее всего будет разрешение не ваше. Мы переходим в загрузки и делаем установку NVIDIA App. Все подтверждаем и нажимаем далее. Как NVIDIA App установится, нам она сразу предложит загрузить драйвера для нашей видеокарты. Скоро загрузка в моем случае была очень медленная. Пришлось подождать минуты 3. Тем не менее, ждем и делаем самую обычную экспресс установку. После всей этой установочки, нажимаем на показать скрытые значки, ПКМ и NVIDIA App. Если что, ярлык создастся автоматически на рабочем столе. Теперь далеко не обязательно заходить в наш профиль, как это было раньше. Допустим, чтобы пользоваться GeForce Experience, нужно было зайти в свой профиль, что чаще всего геморно, особенно для ребят, которые проживают на территориях, где Google не работает. Было проблематично. Из этого мы не могли пользоваться различными настройками, оптимизацией и так далее. У нас есть 5 вкладочек. Вкладочек. Главное, драйверы, графика, активация и настройки. Начнем со вкладки «Главное». Здесь указаны все наши игры, а также какие-то новости. Пока еще ничего интересного, тем не менее, переходим на драйверы. Здесь можем переустановить драйвер, как это было и раньше. А также, если выйдут новые драйвера, сделать ее установку. Что самое интересное, можем прочитать, какие фиксы принес новый драйвер. Например, основные, игровые, поддержка DLSS и так далее. Ну и самая важная вкладочка – это графика. С нее уже начинается самое интересное. Плюс-минус все очень похоже, как и GeForce Experience. Только, во-первых, в разы точечней производится оптимизация нашей игры. То есть, видите, сколько здесь точек. И мы можем ее перемещать и следить, что именно меняется. Как пример. Текующее значение – это то, что сейчас у меня стоит в самой игре. Если я поставлю на «Рекомендовано», у меня изменится дальность детализации с 90% до 40%. Дальность прорисовки объектов с 85% до 50%. Качество объектов с ультра на низкое и так далее. То есть, слева – это наше значение, справа – то, что, если мы нажмем «Оптимизировать», то, что применится. Мы можем поставить на один шаг ниже. То есть, здесь мы видим уже меняется постобработка. Ставится на очень высокое. Здесь высокое поставилось. Здесь 3050, 3040. То есть, можем клацать по одному шажку и выбирать настройки, которые плюс-минус нам кажутся актуальны. Если посмотреть на другую игру, как пример, пусть будет Дота. Здесь у нас чуть меньше настройок, тем не менее, все понятно. Слева – производительность, справа – максимальное качество. В Фортнайте – плюс-минус то же самое. Рекомендовано уже под мою систему, практически на минимальных настройках получается. Что это нам дает? Выбрав то, что нам рекомендует Nvidia и нажав «Оптимизировать», мы в самой игре уже сможем настроить под себя некоторые параметры. Допустим, многие ребятки не знают, с чего начинать, а благодаря такой вот оптимизации плюс-минус уже понятно. Допустим, поставили, оптимизировали. В самой игре, если нам объекты кажутся слишком низкого качества, просто повышаем на высокое. Это же касается и детализации воды и так далее. То есть, у нас создается фундамент, от чего уже можем отталкиваться. С этим мы разобрались. Далее, если нажать на эту стрелочку, можем заранее выбрать разрешение, с которым будет запускаться наша игра. Тут же полный экран. Переходим на глобальные параметры. Как вы уже, скорее всего, обратили внимание, здесь у нас есть всеми нами старые знакомые настройки. Это режим низкой задержки, частота кадров, режим управления электропитанием и так далее. То есть, то, что у нас было в панели управления NVIDIA. Только на данный момент укороченные. Здесь же у нас есть кое-что новое. Это динамическая сочность RTX. Нажимаем на подсказку и можем прочитать описание и информацию. Что такое динамическая сочность RTX? Повышает визуальное качество игр с помощью ИИ. Динамическая сочность RTX повышает визуальное качество игр с помощью ИИ. Адаптируется к контенту, предотвращает смещение оттенков и настраивается для каждого приложения в отдельности. Вы можете вручную настроить параметры в оверлее для каждого приложения. Этот параметр будет применен при следующем запуске игры. То есть, все ясно и понятно. Какой-то фильтр, который настраивается с помощью ИИ. Следующий у нас есть RTX HDR. Добавляет поддержку HDR в игры без HDR. С помощью ИИ. RTX HDR это игровой фильтр, который добавляет поддержку HDR в игры на DirectX и Vulkan с помощью ИИ. Вы можете вручную настроить параметры в оверлее. То есть, это у нас искусственный HDR. И прочитать более подробнее мы можем на каждой вкладочке. Допустим, нас интересуют DSR факторы. Описание. Dynamic Super Resolution. Обеспечивает плавность картинки за счет рендеринга игрового контента в высоком разрешении. И так далее. Теперь все спокойненько читается, все видно и очень удобно. Допустим, раньше тоже было описание, но, естественно, работать в таком маленьком приложении не всегда удобно. Нужно его расширять и его читать как-то описание. К тому же, кто помнит, оно не очень стабильное. Допустим, здесь выбрав потоковую оптимизацию на выкол, у нас вот менюшка перепрыгивает куда-то, что-то происходит непонятно и так далее. Короче, не очень комфортно, если честно. Снова перейдем на программные настройки и опустимся в самый низ. Здесь у нас есть параметры драйвера. Это те же самые параметры, что и глобальные, только уже для определенной игры. Допустим, в глобалке мы все это отключаем, а в Kingdom Come мы хотим увидеть динамическую сочность. Нажимаем, где выкол, ставим на вкл и выбираем уже интенсивность, усиление и так далее. Это же касается и остальных параметров, а также других игр. Активация. Какой-то купон с какими-то бонусами и наградами. И, наконец, вкладка настройки. Здесь указана вся наша. ОС, драйвера, дисплей, ЦП, объем ОЗУ и так далее. Функции Overlay мы включаем. И игровые фильтры и фоторежим тут по желанию. Я пока оставил. С этим мы разобрались. Теперь давайте перейдем в саму игру. Я там покажу более подробнее, как работает Overlay NVIDIA. А оказавшись в самой игре, нажимаем Alt, плюс Z. И у нас появляется абсолютно новый Overlay. Насколько вы можете отлично помнить, раньше он был громадский на весь экран. Сейчас же находится в левой стороне и компактно так устроен. Начнем по порядку. Галерея. То, что наконец-то добавили и очень круто работает. Весь наш записанный материал будет храниться в галерее. Как раньше это работало? Мы записали какой-то материал. Нужно свернуться, просмотреть и решить. Сохранять его или удалять. Сейчас же сделали запись. То, что как раз я и записывал ролик по NVIDIA App. Просмотрели. Можем прослушать. Обратить внимание на разрешение, а также объем. Вдруг чего? Нажать и удалить. Нажав на саму галерею, видим записи сегодняшние. Можем сортировать по папкам. Допустим, декстоп, то есть рабочий стол. Дота. GTA 4. Если у вас есть мгновенный повтор, лучшие моменты, можно уже смотреть по ним. Следующая вкладка. Запись. Alt плюс F9, это остановить и сохранить, все как и раньше. Плюс указано время. Мгновенный повтор. Кто вам пользуется, можете его включать и делать настроечку. Снимок экрана, фото режим. Можем выбрать разрешение, показать сетку и настроить камеру. Угол камеры, а также поле зрения. Вдруг чего добавить еще и фильтры. Лучшие моменты. И уже сами фильтры. То, что я вам показывал ранее, это динамическая сочность RTX. Давайте посмотрим, как она работает. Поставив интенсивность на 0%, это как игра идет по умолчанию. Мы можем ее повысить и сделать более яркую картинку. Чуть ниже есть усиление насыщенности. То есть зеленый цвет становится в разы, в разы насыщеннее. Это заметно. Посмотрим, допустим, на поле. И цвета вместе с лошадью, пусть так будут. Тут интенсивность. Можно поставить на процентов, пусть там 16. И увеличить насыщенность. Особенно, если более яркую картинку сделать. Тут уж точно заметней. Кажется, что на 0% уже на более тусклое. Но кому-то это нравится, кому-то не нравится, смотрите сами. В принципе, для одиночных игр, я думаю, неплохо. Можно не сильно завышать. Как пример, поставить 15-20% и уровень насыщенности, чтобы не сильно оно глаза прям съедало. Где-то тоже около 20-30%. Далее. Микрофон и статистика. Статистика тоже переработана. Теперь нажав Alt плюс R, либо ее просто включив, мы можем обратить внимание на статистику более подробную. То есть, теперь MSI Afterburn, как я понимаю, уже в принципе не то, что не нужен, но можно немножко им уже пренебрегать иногда. Потому что здесь мы можем поставить настройки чисто количество кадров, базовые и расширенные, либо ручной. Далее, перейдя в настройку игрового интерфейса, мы можем сделать самое интересное. Это поменять расположение. Можем двигать вручную. Вертикальное положение. Расположение в столбик, в две строки, в одну строку, ну и в столбик. Отображение улучшенное, либо стандартное. И индикаторы состояния. Запись, мгновенный повтор. Ну то, что вот вы наблюдаете здесь в правом нижнем углу. Можете поставить слева, справа, где вам больше нравится. И наконец, настройки. Быстрые клавиши. Игровой интерфейс. То, что только что показывал. Уведомления. Аудио. Захват видео. Здесь добавили кое-что интересное. Не знаю, возможно это было и раньше, но я как-то не то, что не обращал внимания. Я точно это клацал и проверял. У меня эта функция не была доступна. Качество, как и было. Разрешение тоже игра, там выбираем либо свое разрешение. Но самое интересное это частота кадров. Когда идет запись, ее конечно нельзя изменить. Но, как запись мы уберем, мы можем частоту кадров поставить на 120 фпс. 30, 60, либо 120. Тем не менее, возможно это кому-то пригодится. И наконец, файлы и дисковое пространство. По сути все как и раньше. Расположение галереи, либо сделать ограничение места на диске. Получается как-то так. Все делается в пару кликов. Возникает настройка, как и фильтры тоже. Alt F3. Сделали фильтры различные. Отключили. Включили, посмотрели на частоту кадров. И отключили. Пошли играть. Я считаю, что для бета-версии очень даже неплохо. В пару кликов оптимизация. Плюс максимально точечная. От которой в будущем можно будет спокойненько отталкиваться. А также новый оверлей NVIDIA. Наконец-то они что-то сделали. Потому что AMD уже давно перешла с адреналина. Когда они полностью поменяли свой интерфейс. И вот время настало для NVIDIA. Подождем, посмотрим как будет все это дальше развиваться. Если ролик вам показался полезным, можете оценить его большим пальцем вверх. И подписаться на канал. Чтобы в будущем не пропускать такие вот события. Как говорится, до скорых встреч.